Начнем. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Малай Александр Амбикович. Сегодня мы проведем занятие на тему антитеррора. Послание президента Республики Казахстан. Народу Казахстана 31 января 2017 года. Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность. Состояние безопасности государства в условиях роста угроз терроризма обозначено мерилом его силы и дееспособности к дальнейшему развитию и становлению в качестве одной из развитых стран мира. Происходящее в мире геополитическое изменение инициирует новый спектр вызова и рисков в сфере национальной безопасности, который становится все более разнообразным и исходящим от большего числа источников опасности. Этим обусловлены сложность и актуальная задача в рамках системного предупреждения вопроса религиозного экстремизма и терроризма. В этих условиях действующая общегосударственная система противодействия религиозному экстремизму и терроризму нуждается в дальнейшем совершенствовании. И в контексте создания механизма надежной защиты личности, общества и государства от экстремистских проявлений насильственного характера и угроз терроризма. Для этого приняты следующие нормативные документы. Закон Республики Казахстан по противодействию терроризму от 13 июля 1999 года за номером 416. Данный закон является основанием для проведения деятельности работ по предупреждению терроризма в нашей стране, в нашей республике. Данный закон дополняет еще множество постановлений Республики Казахстан. Есть дополнения непосредственно к самому закону и так далее. Следующее постановление правительства, на которое стоит обратить внимание, это постановление правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года за номером 1404. Утверждение правил организации деятельности в сфере противодействия терроризму Республики Казахстан. Также внесены дополнения, предусматривающие дальнейшее усиление защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении. Это было сделано 22 декабря 2016 года. Следующее постановление правительства Республики Казахстан, оно 15 марта 2018 года за номером 124. Утверждение государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму Республики Казахстан на 2018-2022 годы. На реализацию данной программы из республиканского и местного бюджета будут выделены более 270 миллиардов тенген. Следующий указ президента Республики Казахстана 9 августа 2013 года за номером 611. Это утверждение правил организации функционерно-государственной системы, мониторинг информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма. Все вот эти вот нормативно-правовые акты, все постановления, законы и указы направлены на улучшение, на совершенствование систем террористической защищенности, уязвимых террористическим отношением объектов. Теперь дадим определение, что такое вообще терроризм, акт терроризма. Акт терроризма это совершение или угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасную гибель у людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстана, иностранными государствами или международными организациями, а также посягательство на жизнь человека, совершенные в тех же целях, а ровно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенных в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности, либо изместиться в такую деятельность. Так вот, акты терроризма, которые происходят непосредственно в разных странах мира, они направлены на воздействие на государственные органы, на какие-либо политические партии и тому подобное. Для того, чтобы изменить принимаемые им решения или законы. Они направлены в основном на политиков, на политическую деятельность государства, либо бывают частные акты терроризма, которые направлены непосредственно на обогащение того или иного человека, то есть направлены непосредственно на личную выгоду. Следующий пункт у нас ведет терроризм, предупреждение терроризма. Предупреждение терроризма в объектах УТО осуществляется посредством обеспечения высокого уровня их антитеррористической защищенности. Что такое уровень обеспечения высокого уровня антитеррористической защищенности? Это проведение обучения по антитеррору, оснащение организации, оснащение всех объектов, видео, аудиозаписывающими устройствами, обеспечение охранной сигнализации, обеспечение пропускного режима в организациях, обучение персонала действиям при угрозе террористической агрессии. Антитеррористическая защита. Что такое антитеррористическая защита? Оно представляет собой комплексы организационных, режимных, охранных, профилактических, воспитательных, образовательных, технических и нехмерных, а также планов и программ, принимают для создания и обеспечения условий безопасного функционирования, предотвращения и минимизации риска совершения автотерроризма. История современного терроризма уходит корнями глубоко века, однако загадка терроризма и его различные формы далеки от разрешения. История убедительно подтверждает, что и правительственные органы, и криминальные элементы в борьбе за свои интересы постоянно обращаются к террористическим методам. Предшественники нынешних террористов заложили основы, начиная с которых терроризм начал принимать свой современный вид. Нельзя бороться с терроризмом, не имея даже малейшего представления о терроризме, условиях и причинах его возникновения, о его видах и современных трактовках. Для того, чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность тех или иных объектов, законом принято решение об отношении некоторых объектов к объектам, уязвимых в террористическом отношении. К данным объектам относятся особо важные государственные стратегические объекты и объекты отрасли экономики, имеющие стратегическое значение. Опасные производственные объекты, объекты массового скопления людей, причин которых и соответствующие требованиям, предъявляемые к ним, определяются правительством Республики Казахстан. Так вот, это объекты, какие это объекты? Это объекты, спортивные объекты, некоторые объекты, вернее все объекты стратегического назначения, то есть это военные объекты, государственные объекты и тому подобное. Объекты отрасли экономики, опасные производственные объекты, эти объекты, заводы по производству тех или иных материалов, заводы по производству нефти, бензина, заводы по производству металла и тому подобное. Все эти заводы, они относятся к объектам уязвимых террористическим отношениям, а также в частном случае к объектам уязвимых террористическим отношениям относятся к кинотеатры с вместимостью от 200 до 500 человек, столовые, места общественного питания, вместимостью от 200 человек и более и так далее. Все эти объекты, они перечислены в требованиях постановления правительства Республики Казахстан. Следующий рассмотрим статью 10.3, это обязанность собственников, владельцев, руководителей и иных должностных лиц объектов уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, субъектов охранной деятельности, заключивших договор об оказании охранных услуг по объектам уязвимых в террористическом отношении. Данная статья гласит, что собственники, владельцы, руководители и иных должностных лиц объектов уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, с целью предупреждения террористической деятельности, а также антитеррористической защиты объектов и соблюдения должного уровня их безопасности, обязаны реализовать мероприятия по обеспечению соответствующего пропускного режима, оснащению объектов современными инженерно-техническим охранным оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. То есть работодатель обязан обеспечить пропускной режим для того, чтобы знать, кто заходит в вашу организацию, чтобы не пропустить посторонних людей непосредственно в вашу организацию, если организация является, тем более, если организация является объектом утопа, то есть уязвимым в террористическом отношении. Все должно записываться, все должно фиксироваться, то есть каждый посетитель должен быть зафиксирован. Записан фамилия, имя, отчество, все данные и только после этого человек может прийти непосредственно в вашу организацию. Также данная организация должна быть оснащена современным инженерно-техническим охранным оборудованием. То есть все вот эти охранные оборудования должны быть сертифицированы и должны хранить запись не менее 30 календарных дней. Вот это вот требование нужно будет обеспечить. Второе. Разработка на основе типового паспорта, паспорта антитеррористической защищенности вверенных объектов. В этом паспорте расписываются все опасные моменты, которые могут возникнуть в данном объекте. Этот паспорт учитывает все возможные ходы и выходы, которые можно использовать при проведении террористических актов и максимально минимизирует вред от террористических актов. Паспорта. Проведение профилактических учебных мероприятий по обучению персонала, техники осмотра помещений, выявления возможных мест закладки в зубных устройствах. Профилактика. Проведение профилактики. Проведение учебных мероприятий. Все это возлагается на руководителя организации. То есть руководитель организации должен обучить весь свой персонал, как выявлять взрывные устройства, самодельные взрывные устройства, как поступать, что делать и куда звонить. Должны быть методические пособия, должны быть инструкции, направленные на противодействие терроризму в той или иной организации. Должны быть инструкции по осмотру помещений, по выявлению возможных мест закладки. Обычно в любой организации самодельные взрывные устройства могут обнаружить тех персонал, уборщица, ремонтники и так далее. Поэтому руководители организации должны довести до их сведений, должны провести с ними учебные мероприятия, должны провести с ними работу по разъяснению, как поступать в таких ситуациях. Самодельные взрывные устройства могут быть заложены где угодно. И для этого вам нужно провести обучение ваших сотрудников. Следующий пункт – это планирование и отработка совместных действий с заинтересованными государственными органами и организациями по ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма. Руководитель организации ежегодно составляет план-график проведения совместных тренировок, совместных учений с органами внутренних дел, с пожарными частями и так далее, которые заинтересованы, которые будут осуществлять ликвидацию, либо предупреждение акта терроризма. И данное учение, данная тренировка, она дает возможность осознать работникам организации ответственность за свои поступки. Даст возможность работникам предприятия и организации иметь представление о своей роли в данной конкретной ситуации. Следующий пункт – организация защиты информационных сетей объекта, обеспечивание информационной безопасности. Информационные сети объекта должны быть продуманы так, чтобы не было возможности взлома всего комплекса данной сети. За нарушение тех или иных требований данного закона имеется административный штраф. Так вот, согласно Кодексу Республики Казахстан, обе административных нарушениях от 5 июля 2014 года за номером 435-5, это статья «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению террористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта уязвимого в террористическом отношении». «Неисполнение и ненадлежащее исполнение собственникам, владельцам, либо руководителям объекта уязвимого в террористическом отношении, либо субъектам охранной деятельности, заключившим договор о выказании охранных услуг по объекту уязвимого в террористическом отношении, обязанности по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вереного объекта, лекут штраф на физических и должностных лиц в размере 100, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческой организации в размере 200, на субъектах среднего предпринимательства в размере 300 и на субъектах крупного предпринимательства в размере 500 месячных показателей». Вот какие последствия влекут неисполнением? То есть это, во-первых, штрафы, да? Но самое главное, но самое главное, в первую очередь возникает угроза жизни и здоровью как посетителей, так и персонала того или иного предприятия или организации. Как известно, объекты массового скопления людей являются основным устремлением террористического посягательства. У каждого представителя малого и среднего бизнеса должно быть чувство долга перед посетителями, перед своим персоналом. Они обязаны создать безопасные условия для пребывания людей в стенах своего заведения. Поэтому хочу еще раз напомнить руководителям о необходимости с пониманием относиться к антитеррористическим мерам, принимаемым государством. Требование по наличию в объектах охраны и пропускного режима является неотъемлемой частью элементарных мер обеспечения безопасности. Кроме того, использование систем видеонаблюдения позволит не только противодействовать проявлениям терроризма, но и предупреждать другие виды преступлений, несущие угрозу безопасности объекта, сохранности имущества и жизни персонала и посетителей. И следующий пункт это действия бездействия предусмотрены частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф на физических и должностных лиц в размере 200 на субъектов малого предпринимательства в размере 300, на субъектов среднего предпринимательства в размере 500, а на субъектов крупного предпринимательства в размере 1000 месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности на срок до 3 месяцев или без таковой. Основные тенденции современного терроризма это расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, использование международных террористических организаций этно-религиозного фактора. То есть сам терроризм, он подразумевает не только взрывы, расстрелы, пожары и тому подобное. Здесь может быть использована этно-религиозный фактор каждого сообщества. То есть сам террорист, он может и даже и не присутствовать в данной местности, в данной стране. Просто через своих людей он может организовать какие-либо восстания, забастовки, бунты на основе этнических факторов и вопросов. Следующий пункт увеличение количества актов терроризма и пострадавших от них лет. Усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социально-политических, экономических или иных факторов на возникновение и распространение терроризма. Повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой. Усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транснациональной. Повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической оснащенности террористических организаций. Стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового поражения. Попытки использования терроризма как инструментов вмешательства во внутренние дела государства. Разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов и количества пострадавших. Как вы можете обратить внимание, ежедневно у нас по новостям передают новости, да, не очень хорошие про терроризм в тех или иных государствах и странах. Повышение уровня, повышение увеличения количества пострадавших, увеличение давления на государственную структуру, все это зависит от повышения финансирования террористических организаций. То есть в данный момент все современные террористические организации, они работают на высоком уровне, у них идет очень хорошее финансирование за счет вот этих войн, терактов и тому подобное. Современный терроризм выступает в следующих формах, это международный терроризм, то есть террористические акты, имеющие международный масштаб, внутриполитический терроризм, теракты, которые направлены против правительства, против каких-либо политических группировок внутри страны, или имеющие цель дестабилизировать внутреннюю обстановку той или иной страны. И следующая форма это уголовный терроризм, это вид терроризма, который преследует чисто корыстные цели. Можно выделить три основных вида, это уголовный, политический и патологический. Уголовный терроризм, как уже до этого я говорил, представляет собой действие, совершаемое в целях получения выгоды, неполитические покушения на жизнь. То есть данный вид терроризма, он направлен на личное обогащение, на получение личной выгоды. И к политическим движениям и действиям это не относится. Следующий вид это политический терроризм, который на основе своей имеет политическую мотивацию, то есть оппозицию существующему строю, конфликции с органами власти и так далее. Согласно статистическим данным, это преступление составляет около 20% от всех видов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. И патологический терроризм является следствием умственных расстройств и психических аномалий. То есть просто человеку не нужно ни обогащения, ни корыстной цели, просто это уже действует на уровне умственных расстройств. Любой террорист-системат включает в себя три элемента. Террориста, его жертву либо объект нападения, а также лиц, которые служат объектом воздействия. Будь то государственным органом, будь то какое-либо политическое направление, руководители каких-либо, лидеры каких-либо политических партий и так далее. Это может быть какие-либо международные сообщества, общества и тому подобное. К объектам террористической деятельности относятся объекты, на которые направлены воздействия террориста по достижению поставленных целей. Эти объекты могут являться как физическими лицами, так и материальными объектами. К физическим лицам относятся государственные и общественные деятельности. Официальные лица иностранных государств и международных организаторов. Сотрудники, работники специально правоохранительных, судебных, государственных и местных исполнительных органов. Также военнослужащие и гражданское население. То есть путем угрозы уничтожения данных лиц, преступники, террористы могут воздействовать на вынесение какого-либо решения на государственном, международном уровне. К материальным объектам относятся здания и сооружения органов государственной власти, производственные и инфраструктурные объекты, объекты транспорта, объекты связей и телекоммуникации, объекты массового скопления людей. Вот эти вот объекты, которые имеют значимость на государственном уровне, они в первую очередь и становятся объектами террористической угрозы. Путем закладки взрывчатых устройств, путем угроз поджога и тому подобное, террористы стараются также повлиять на решение каких-либо политических вопросов, либо решить проблемы личного характера, то есть обогащение, либо получение какой-либо личной выгоды. Посредством используемых при осуществлении актов терроризма, они подразделяются на два вида. Это традиционные, то есть применение огнестрельного холодного оружия, взрывчатых веществ, ядов и других средств для решения актов насилия и устрашения. То есть при традиционном акте терроризма непосредственно сам террорист должен быть непосредственно на месте проведения теракта для того, чтобы привести в действие огнестрельное оружие, либо взрывчатое вещество. Следующий вид это высокотехнологичный или технологический. Предполагает использование в террористических актах новейших достижений науки и техники в области компьютерных и информационных технологий. Радиоэлектроники, ядерных материалов, генной инженерии, иммунологии и так далее. То есть данный тип, данный вид акта терроризма, он может быть проведен с любой точки планеты непосредственно в любой точке земного шара. Непосредственно через информационные сети и так далее. Следующие это формы физического воздействия. Физическим воздействием считается воздействие на человека каким-либо предметом, либо частью тела. К нему относятся применение огнестрельного и других видов оружия, совершение взрывов с использованием взрывчатых, токсичных, ядовитых, радиоактивных и иных опасных веществ. Применение отравляющих, ядовитых, токсичных, радиоактивных и иных опасных веществ в концентрациях, создающих опасность к гибели людей. Применение средств электромагнитного, ионизирующего или других типов облучения с уровнями, создающими опасность к гибели человека. То есть все формы воздействия направлены на уничтожение физических лиц, то есть людей, населения. Искусственное создание условий для возникновения аварий техногенного характера, создающих опасность к гибели персонала и посетителей объекта. В данном случае, искусственное создание условий для возникновения аварий техногенного характера, для того, чтобы создать данные условия, необходимо, чтобы террорист, либо его сообщник проник в ту или иную организацию и выполнил ряд работ, которые бы привели непосредственно к аварии данного характера, то есть аварии техногенного характера. Для этого очень важно иметь пропускные пункты и видеонаблюдение. Следующий пункт это захват заложников, захват объектов, захват и угон объекта транспорта, поджог объекта транспорта или его части, создающим опасность к гибели людей. Вывод из строя системы управления транспортом, силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерных сетей, техники и других электронных приборов, создающих опасность к гибели персонала и посетителей объекта. Захват объекта, либо захват заложников, это самая действенная причина для изменения решения, принимаемого на государственном уровне. Так как в данный момент создается угроза жизни очень большого количества людей и существует вероятность гибели заложника. Форма материального воздействия, то есть причинения материального ущерба. Осуществление взрыва на объектах УТО или его части. Осуществление поджога объектов уязвимых в террористическое отношении или его части. Применение отравляющих, ядовитых, токсичных веществ и средств радиационного заражения в концентратах, создающих опасность к гибели персонала объекта УТО. Захват и угон объекта транспорта. Искусственное создание условий при возникновении аварии техногенного характера на объектах УТО, создающих опасность к гибели персонала, либо причинение значительного имущественного ущерба. Вывод из строя госсистемы управления, системы управления движением транспорта, железнодорожным, авиационным, морским, городским, силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной сети, техники и других электронных приборов. Ну здесь в принципе все предельно ясно. Вывод из строя каких-либо объектов, которые относятся к объектам уязвимых в террористическом отношении, оно может привести к материальному ущербу не только физическому лицу, но и государственным масштабам. Также создание условий для возникновения аварии ведет к материальному ущербу и ущербу в человеческих ресурсах. Вывод из строя госсистемы управления, системы управления движением транспорта также может привести к глобальной катастрофе, к авариям и тому подобное. В целях выстраивания единых подходов реализации всех вот этих вот принятых нормативно-правовых актов в цели предупреждения и пресечения возможности совершения терактов на объектах УТО рекомендуется реализовать следующие меры. Это организационные мероприятия, которые рекомендуется реализовать руководителям объектов УТО. Руководителям объектов УТО необходимо создать специальные рабочие комиссии по вопросам организации антитеррористической защиты веренного объекта. Состав комиссии объекта назначается приказом руководителя УТО организации. Состав комиссии включается зам руководителя УТО организации по безопасности, руководители служб безопасности, то есть это руководители службы охраны, ведущие специалисты по энерго-тепловодоснабжению и другие лица на усмотрение руководителя. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии и отвечает за ведение документации данной комиссии. То есть в состав данной комиссии включаются все ключевые специалисты, которые могут решить вопросы по террористической безопасности того или иного объекта. Работа комиссии может осуществляться на основании положения, которое утверждается руководителем учреждения и определяет функции и задачи комиссии. Также руководители организации должны разработать типовую инструкцию для персонала УТО при возникновении угрозы совершения террористического акта и иных чрезвычайных ситуаций. Руководитель объекта обязан организовать охрану объекта и проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации, его охраны технической укрепленности, оснащенности средствами охраны пожарной сигнализации, выполнение сторонами обязанности по договору, проводить совместно с руководителем службы безопасности детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест. Об этом мы поговорим чуть позже. Организовать разработку планов обеспечения безопасности объекта, принимать меры организационного характера, то есть издание соответствующих приказов, документации по совершенствованию системы охраны. В целях организации надежной антитеррористической защиты объекта рекомендуется иметь следующие виды документов, документации. В организации должно быть наличие приказов по организации работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной и промышленной безопасности, определяющей состав, задачи при выполнении предупреждающих мероприятий. Наличие распорядительных документов по определению ответственного должностного лица за обеспечение безопасности объекта и утвержденного порядка действий руководства объекта и субъекта охранной деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Должны быть материалы, должны быть сведения о системе контроля за соблюдением требований аварийной и террористической безопасности. Необходимы сведения о мероприятиях по обучению персонала способом защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Должно быть наличие памяток для персонала, для посетителей по действиям в период чрезвычайных ситуаций с указанием телефона МВД, МЧС, КНБ и т.д. В том числе такие же аналогичные памятки должны находиться на информационных стендах. Также должны быть утверждены схемы эвакуации персонала и информационные указатели эвакуации. Вот такой урод документации должны быть разработаны в каждой организации. Следующий пункт организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режима. То есть каждый работодатель должен организовать контрольно-пропускной пункт, чтобы на территорию организации заходили только те, кто непосредственно работает в данной организации, либо те, кто каким-то образом относится к данной организации. Больше никто другой без разрешения руководителя охраны не должен пресекать границы вашей организации. Обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных линий и модернизации ТСО. Совместно с должностными лицами подразделения охраны организовывают обучение руководящего состава сотрудников службы безопасности и персонала объекта действием при возникновении угроз, террористических характера и чрезвычайных ситуаций. Проводить совместно с руководителем службы безопасности или лицом назначенных приказом по утверждению ответственных за безопасность тренировки с сотрудниками охраны структур для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подразделения предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки к теракту и мер по локализации и минимизации последствий. Так вот, что должен делать руководитель объекта в данных пунктах? В данных пунктах руководитель объекта должен контролировать и возглавлять данные тренировки. Все это должно быть прописано в графике проведения тренировок, учений персонала и сотрудников охранной службы по направлению подготовки к террористическому акту и при возникновении каких-либо угроз. Теперь идем дальше. Что такое система антитеррористическая защита объектов уязвимых в террористическом отношении? Это полностью совокупность компонентов инженерно-технической уступленности, системы связи и управления доступом, системы контроля, оповещения, телевизионных систем видеонаблюдения, а также системы освещения, используемых в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах для обеспечения их антитеррористической безопасности. То есть к данной системе антитеррористической защиты объектов входят все компоненты, которые усложняют злоумышленникам проникнуть непосредственно на территорию объекта, либо в помещении охраняемого объекта. То есть это могут быть заборы и ограждения. Заборы и ограждения, они устанавливаются прямолинейно, то есть там не должно быть изгибов, каких-либо углов, которые бы затрудняли обзор и мешали бы охранной системе, создавали бы охранной системе невидимые зазоры. Также есть конкретные требования к входным дверям, конкретные требования к дверям на КПП, требования к воротам, к автомобильным воротам, к железнодорожным воротам. В каждой организации ворота должны плотно прилегать друг к другу, если у вас имеются ворота. Также они должны запираться на амбарные замки, либо навесные замки. Двери. Главная дверь, входная, главная проходная дверь, она должна также прилегать, плотно прилегать к косяку и защищать объект от посягательств незнакомых лиц или сторонних субъектов. Если дверь одинарная, то необходимо поставить дополнительно еще одну дверь внутреннюю для дополнительной защиты. Если же поставить дополнительно такую дверь не имеется возможности, то дверь должна быть укрепленной, она должна закрываться на замке и так далее. Плюс, если это одна большая дверь является двустворчатой, то на одном полотне двери должно быть обязательно щекола, замок. Данная щекола располагается с верхней и с нижней стороны одного полотна двери. Так, для обеспечения безопасности объектов создается план антитеррористической защищенности. Так вот, для того, чтобы создать план антитеррористической защищенности, нужно сперва разметить критические зоны. Что такое критические зоны? Критические зоны это помещения, участки и конструктивные элементы, реализация терроугрозы в отношении которых может привести к негативным последствиям. То есть, потенциально опасные участки объекта, дистанционированные действия в отношении которых приводят к прекращению нормального функционирования объекта, его повреждению или аварии, или созданию угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. То есть, помещения, какие это помещения? Помещения с массовым скоплением людей, помещения, где хранятся какие-либо взрывчатые, ядовитые вещества и тому подобное. К конструктивным элементам относятся непосредственно несущие конструкции. В качестве критических элементов объекта могут рассматриваться зоны, конструктивные и технологические элементы объекта, здания, инженерные сооружения и коммуникации. Элементы системы, грузы и оборудование или устройства под социально опасной установкой. Места использования или хранения оружия, боеприпасов и их элементы, отравляющие, радиоактивные и другие вещества массового поражения и их компоненты. Другие системы, элементы и коммуникации объекта, необходимость физической защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости. Выявление данных критических элементов включает в себя составление перечня потенциально опасных участков объекта, оценку уязвимости в террористическом отношении каждого из вот этих вот потенциально опасных участков, определение критических элементов и составление перечня, причем совокупность критических элементов, выделенная по принципу территориальной близости в целях удобства анализа, также может рассматриваться как единый критичный элемент. Определение моделей террористов по отношению к каждому критическому элементу. Определение угроз террористического характера и вероятных способов их осуществления по отношению к каждому из ранее взятых критических элементов. При конкретизации угроз и его критических элементов следует вычислить наиболее вероятные угрозы для данного типа объектов. Вероятность реализации угроз для объектов данного типа в качестве критерия обязанности должен приниматься возможный ущерб от завершения акта терроризма. Описание разных видов угроз. Также факторы, влияющие на вероятность осуществления угроз. Экспертную оценку возможностей и оснащения потенциальных террористов. Сценарий возможных действий террористов, то есть тактика действий террористов. Теперь непосредственно рассмотрим тактику действий, которые могут быть применены террористами для проникновения на тот или иной объект. Первый вид – это насильственный вид проникновения с применением насилия по отношению к людям или с повреждением инженерно-технических средств. То есть проникновение на территорию организации либо через ворота, либо через КПП с нанесением физического вреда служителям охраны организации и так далее. Обманная тактика – попытка создать видимость санкционированности действий путем использования в поддельных документах, ключей, идентификаторах личности и тому подобное. То есть сотрудникам службы охраны предъявляются поддельные пропуска, поддельные документы для того, чтобы проникнуть непосредственно на территорию того или иного объекта. Скрытое – когда нарушитель стремится остаться незамеченным. То есть это проникновение на территорию того или иного объекта непосредственно через, скажем, через забор. Да, вот проникает через забор и никто его не видит и так далее. И комбинированное – здесь идут различные сочетания из вышеуказанных видов тактики. Для проникновения на территорию объекта террористы могут использовать следующие виды воздействия. Это вооружение для прорыва через КПП и противодействие силам охраны. То есть это могут быть автоматы, пистолеты, ружья и тому подобное. Взрывчатые и зажигательные вещества используются для преодоления физических барьеров и совершения террористических актов. То есть используем взрывчатых веществ, можно взорвать тот же самый КПП, либо взорвать ворота, взорвать несущие конструкции заборов и так далее. И через вот эти вот дыры проникнуть посредственно на территорию объекта. Специальные средства, инструменты, такое оборудование, снаряжение. Транспортные средства – это летательные аппараты, автомобили, лап-средства и так далее. Наличие на объекте внутренних пособников или птенанцевые средства для подкупа пособников. То есть вот любой из вот этих вариантов могут использовать террористы для того, чтобы проникнуть непосредственно на территорию организации объекта УТО. Результатом применения на практиках мероприятия по организации антитеррористической защищенности объекта является определение сценариев возможных проявлений актов терроризма, связанных с ними аварии, происшествий, приводящих к чрезвычайным или кризисным ситуациям. Определение частоты и вероятности возникновения проявлений актов терроризма по каждому из выбранных расчетных сценариев. Определение границ зон, в пределах которых может осуществляться поражающим воздействием источника последствий проявления терроризма. Установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий проявления терроризма для определения достаточно планированных мероприятий. Определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях проявления терроризма. Обоснование достаточного количества сил и средств для ликвидации последствий проявления терроризма, их дистокация и необходимость привлечения специализированных профессиональных аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований. Для того, чтобы обеспечить организацию достаточным количеством сил и средств для ликвидации последствий проявления терроризма и тому подобное, руководители организации, собственники, они должны заранее предусматривать финансовые средства для направления на данные вопросы. Правила действия для руководителей и персонала объекта уязвимого в террористическом отношении при возникновении в угрозе совершения террористического акта или иных противоправных действий. В принципе правила здесь едины для всех организаций, правила в принципе очень простые, на этих правилах мы сейчас и остановимся. Действия персонала объекта при обнаружении СВУ, то есть самоотдельного взрывного устройства. Оповести дежурные службы КНБ и МВД. Ну, при проведении обучения и инструктажа с вашими сотрудниками, вы обязаны им дать номера данных служб. То есть это может быть номер 102, 112 и так далее. То есть каждый работник должен знать, по какому номеру он должен сообщать, если он обнаружил самодельное взрывное устройство. Также он должен сообщить руководителю организации об обнаружении самодельного взрывного устройства. По мере возможности отцепить место обнаружения подозрительного предмета и перекрыть доступ к месту обнаружения подозрительного предмета не ближе, чем за 100 метров. Так вот, почему 100 метров? Волна, взрывная волна может быть слишком мощной, может она будет действовать и более чем 100 метров. Но 100 метров это оптимальное расстояние, которое допускает делать ограждение. Эвакуировать на безопасное расстояние персонал и посетители объекта. То есть персонал и посетители объекта должны находиться на расстоянии более чем 100 метров. То есть на расстоянии 100 метров, там где сделали перекрытие, должны находиться сотрудники службы охраны. Принять меры к снижению или отключению энерго- и газоснабжения. Принять меры по временной остановке производственного процесса. То есть все вот эти вот меры, которые в данный момент я озвучил, они направлены на то, чтобы минимизировать последствия взрыва, если такого будет в дальнейшем. После прибытия правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, по их указанию, принять меры к оповещению и эвакуации персонала и посетителей. Так вот, после прибытия правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб, руководитель организации, либо ответственный за состояние безопасности организации в террористическом отношении, должны дать все сведения, которые необходимы для проведения работ по ликвидации данного взрывчатого устройства. Также ответственные руководители, руководители организации должны принять меры для того, чтобы эвакуировать в полном составе персонал и посетителей. Для этого нужно провести перекличку персонала, чтобы весь персонал в данный момент находился непосредственно на зоне эвакуации. Категорически запрещается прикасаться к подозрительному предмету, самостоятельно вскрывать, перемещать и накрывать его чем-либо, заливать водой, оказывать механическое воздействие, а также пользоваться вблизи предмета средствами радио и сотовой связи. Так вот, самодельные взрывные установки, они могут принять любой вид. Это может быть пакет, это может быть сумка, это может быть игрушка какая-нибудь, да? Это может быть бутылка из-под колы, там, застенная бутылка. В никаком образе нельзя прикасаться к подозрительным элементам. Почему их можно считать подозрительным? При наличии, скажем, антенны, при наличии какой-либо изоленты, привязанной к, скажем, игрушке или к бутылочке и тому подобное. Все это уже нужно фиксировать и вызывать данные службы КНБ, МВД и спасательные службы, аварийно-спасательные службы. Перемещение, накрывание, либо заливание водой, оказание какого-либо механического воздействия может быть поводом для детонации взрывного устройства. Поэтому ни в коем образе нельзя близко приближаться к данному устройству. Рассмотрим типичные демаскирующие признаки взрывных устройств и взрывчатых веществ. Кристаллические вещества от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Брусок, похожий на кусок хозяйственного мыла. Тестообразная масса кремового, коричневого или яркого цвета, напоминающая по внешнему виду пластилин или роз. То есть это тротил, в данном случае пластин, может быть пород или иное взрывчатые вещества. Внешний вид предмета напоминает радиоприемник или аудиоплеер. То есть это взрывное устройство уже дистанционного управления. Наличие устройств проводов, часовых механизмов, коммутационных плат, источников электропитания, батареек, аккумуляторов. Наличие компактной массы металла в виде поросков, шурупов, гвоздей и тому подобное. Вот именно вот эта вот компактная масса металла, которая непосредственно находится в этом взрывчатом веществе, она разлетается и причиняет урон, человеческий урон. Наличие неспецифического запаха, нарушение поверхности и целостности производства или технологического оборудования. То есть перед тем, как приступить к работе, каждый работник должен осмотреть непосредственно свое технологическое оборудование. Если обнаружится, что оборудование было вскрыто, то есть была нарушена целостность поверхности оборудования, то необходимо проверить, узнать, кто вскрывал, зачем вскрывал и тому подобное, проверить на предмет закладки самодельных взрывчатых устройств. Нарушение целостности покрытия стен и полов, конструкции разных трубопроводов. То есть это места, где могут быть заложены взрывчатые вещества. Признаки не санкционированного вскрытия электросиловых и других потенциально опасных установок. То есть если работники выявляют нарушение целостности данных установок, то в обязательном порядке необходимо провести проверку на наличие взрывчатых веществ в той или иной установке, либо агрегате. Вот основные признаки, явные признаки взрывчатых устройств, о которых я вам говорил. Это антенны, звук часового механизма, провода, батарейки, то есть электропитание. Подозрительные предметы это сумки, багаж, брошенные портфели, чемоданы, коробки, бесходные машины. В основном такие вот предметы оставляются непосредственно приблизительно к окончанию рабочего дня, либо непосредственно во время проведения какого-либо массового мероприятия. Так что при проведении массового мероприятия с массовым скоплением людей надо быть чересчур осторожным, очень осторожным. И предупреждать как работников, то есть своих сотрудников, так и посетителей о том, чтобы обращали внимание на подозрительные предметы. При обнаружении запрещается пользоваться мобильными телефонами и радиостанциями. То есть данная электрическая волна может способствовать детонации, то есть самодельное взрывное устройство может взорваться. Следующий пункт это террористы-смертники. То, что террористы используют взрывчатые вещества и подрывают на расстоянии, это мы слышали, видели по телевизору. Здесь теперь следующий вид терроризма, это террорист-смертник. В целях маскировки взрывного устройства, закопленного на теле, обычно используется неестественная свободная одежда, в результате чего возникает визуальная диспропорция между размерами головы и тела. То есть если вы видите, что идет человек и диспропорция явная, возможно, что это террорист-смертник. Он может быть в очень широкой одежде, чтобы скрывать под ним взрывные устройства. И если вы заметили такого человека на улице, во дворе и так далее, вы имеете право поднять тревогу, позвонить в ДВД, разъяснить ситуацию и подождать выяснение обстоятельств. Следующий признак – это одежда, явно не соответствующая погоде. То есть пальто, плащ в жаркий день. Пуговицы, молнии, курток, плащей или пальто наглухо застегнут. То есть, естественно, все застегивается для того, чтобы сторонний человек не мог заметить проводов либо какой-либо части взрывчатого устройства. У одежды нет ярких, заметных деталей. Это делается для того, чтобы остаться как можно менее заметным среди множества людей. Зачастую среди элементов одежды присутствует белый цвет, который в соответствии с мусульманскими традициями свидетельствует о том, что человек идет на самопожертвование. Неадекватное поведение. Неестественная бледность. Некоторая заторможенность реакции движений вызвана возможной передозировкой транспилизаторов или наркотических веществ. Желание уклониться от камеры видеонаблюдения. Приобретение необходимых аксессуаров для изменения внешности. И отсутствие бокового перифериного зрения. И наличие только туннельного зрения. То есть, неадекватное поведение. Человек старается идти быстрее к своей цели. У него, у данного человека, отсутствует боковое периферинное зрение. То есть, он сталкивается со всеми людьми, которые идут сбоку. У него только туннельное зрение. Он видит только объект, свою цель. И он идет непосредственно к данной цели. Психологические признаки террориста-смертника. Слишком активное стремление попасть в скопление людей. Ну, это понятно, да? Для чего им большое скопление людей? Естественно, террористические акции совершаются для того, чтобы привлечь внимание общества. И для того, чтобы привлечь максимальное внимание общества, стараются максимально привести ущерб к большему количеству людей, либо большой материальный ущерб и тому подобное. Целеустремленное движение по прямой траектории к какому-либо объекту цели, часто прокладывая себе путь непосредственно сквозь скопление людей. При визуальном обнаружении цели у террористов-смертника включается так называемое туннельное зрение, при котором он перестает видеть происходящее вокруг него. Террорист-смертник избегает встречи с сотрудниками полиции или военнослужащими, стремится изменить направление движения и обойти их. Ну естественно, если смертники избегают сотрудников полиции и военнослужащих, то данные сотрудники могут и не заметить, но вы как сторонний человек можете заметить и дать знать сотрудникам полиции, либо военного патруля. Скованность движений вследствие неудобств из-за прикрепленных к телу взрывного устройства. Время от времени ощупывает, придерживает и управляет части одежды. Так вот, вот эти вот взрывные устройства, которыми оснащают террористов-смертников, они навешиваются в виде бронежилета, но в то же время существует вероятность внезапного детонирования. Поэтому террористы-смертники, они находятся немножко в пространстве, они бледнеют, потеют, движения у них скованные для того, чтобы, скажем, не сдетонировать раньше времени. Осторожное обращение к переносимым вещам, прижимание к телу и периодически их непроизвольное ощупывание. Избегают встречаться взглядом с кем-либо. То есть, во взгляде можно угадать, о чем они думают. На данной таблице указаны рекомендуемые зоны оцепления и эвакуации при обнаружении взрывчатых устройств или предметов, похожих на самодельные взрывчатые устройства. Как я говорил ранее, не менее чем за 100 метров предусматривается зона оцепления. 100 метров, это, как вы видите уже на данной таблице, это максимальное расстояние при взрыве осколочных мин. Дальше, чем больше взрывчатое устройство, взрывное устройство, тем больше должно быть расстояние зоны оцепления. Если теракт был совершен на улице, нельзя приближаться к месту взрыва, стараться, надо стараться держаться подальше от места происшествия. Необходимо прятаться за углами здания. При взрыве, если взрыв подошел не сильно далеко, немедленно падайте на землю и закройте голову руками. Необходимо немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и по возможности оказать помощь потерпевшим от данного взрыва. Старайтесь держаться подальше от столбов, линии электропередач и необходимо держаться подальше от многоэтажных домов. Зачем все эти предостарежения держаться подальше от столбов и электропередач? Необходимо для того, чтобы избежать попадания под напряжение в случае разрыва линии электропередач. И надо держаться подальше от многоэтажных домов, для того, чтобы при случайном взрыве, в следующем повторном взрыве, осколки стекла, которые будут падать вниз, вас не зацепили. На данном слайде показаны телефоны экстренных служб, служба 112, служба спасения, дежурная служба спасения аварийно-спасательного бригада, 110, служба доверия КНБ, противопожарная служба, полиция и скорая помощь. Если вы получили информацию об обнаружении постороннего подозрительного предмета на рабочем месте, то вам необходимо закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности документы, и в случае необходимости принять меры к их эвакуации. То есть, если вы находились у себя на рабочем месте, и вам сообщили ваши коллеги, что где-то, скажем, в другом месте обнаружили подозрительный предмет, похожий на срывчатую устройство. Естественно, вы должны закрыть кабинет, где находятся материальные ценности, и по решению руководства должны принять меры по их эвакуации. По прибытии представителей правоохранительных органов аварийно-спасательных служб, проинформировать их о ситуации, обеспечить возможный доступ к месту обнаружения подозрительных предметов и в дальнейшем действовать по их указаниям. Да, данный пункт относится к вам, если вы являетесь непосредственно ответственным, являетесь руководителем того или иного отдела, являетесь ответственным за безопасность в террористическом отношении данного объекта, а в иных ситуациях вы должны будете эвакуироваться вместе с остальными сотрудниками вашей организации. Получив информацию о возможности в отобновлении дальнейшей работы объекта, продолжать выполнять свои служебные обязанности. При получении по телефону сообщения о угрозе минирования объекта, при наличии на вашем телефонном аппарате автомата определения номера, запишите определившийся номер в тетрадь. При наличии функции автоматического отречка, активизировать и попытаться зафиксировать весь ход разговора. Зафиксировать продолжительность разговора. Так вот, если вы, либо ваш сотрудник, получил угрозу по телефону, то необходимо записать высветившийся номер телефона. Если же у вас телефоны не оснащены определителем номера, вы должны зафиксировать ход разговора, включить сотовый телефон, диктапон и тому подобное. Либо дословно запомнить разговор по возможности записать его на бумаге. По ходу разговора необходимо отметить пол, возраст, особенности речи звонившего. То есть, определить мужчина, либо женщина, возраст. Либо это взрослый человек, либо это подросток, который просто звонит, чтобы побаловаться. Особенности речи. Это голос, темп, произношение, манера речи. Какие, что все это означает. То есть, вы должны обратить внимание, есть ли у звонившего человека какой-либо акцент. Есть ли затоноженность в разговоре. Это может быть наркоман, который просто решил так же пошутить. Либо кто-то, скажем, напился и в состоянии алкогольного опьянения, решил пошутить и тому подобное. Все это имеет огромное значение. Необходимо также отметить звуковой фон. Это движение автотранспорта, движение железнодорожного транспорта, либо звук, какой-либо звук природы, падение воды, звучание ручья и тому подобное. То есть, все вот эти звуки, которые слышны, анальные фоновые звуки, вы должны отметить и для себя зафиксировать. Также нужно зафиксировать точное время звонка и продолжительность звонка. Все вот эти вот данные вы должны предоставить непосредственно службам правоохранительных органов для выяснения дальнейших обстоятельств. При поступлении угрозы в письменной форме. Угрозы в письменной форме могут поступать в учреждения как по почте, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов. После получения материала, угрожающего характера, необходимо ограничить круг лиц, знакомившись с содержанием документа, а также принять меры к его сохранению и своевременной передаче в правоохранительные органы. То есть угрозы в письменной форме могут поступить откуда угодно, да? Может прийти по почте, может прийти через курьера, могут просто подбросить, подбить и тому подобное. С данным материалом необходимо обращаться очень осторожно. И по возможности не оставлять на нем отпечаток своих пальцев. На документе, на данном документе. По возможности необходимо упаковать его в чистый, плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет и поместить в плотную папку. Если вы получили странное письмо, будь то по почте, будь то через курьера, ну оно может быть без обратного адреса, может помета и тому подобное. Если оно, скажем, вызывает у вас недоверие, необходимо посмотреть на просвет через окно, на просвет на наличие каких-либо взрывчатых веществ. Если вы не обнаружите взрывчатые вещества и хотели бы открыть документ, то вскрытие необходимо производить только с левой или с правой стороны конверта, аккуратно отрезая кромки конверта ножницами. необходимо сузить круг знакомых, то есть сузить круг лиц, которые знакомы с данным документом, то есть ограничить круг лиц, которые бы ознакомились с данным документом. Для чего это делается? Для того, чтобы оставить минимальное количество отпечатков на этом документе. Так как после того, как вы передадите документ в правоохранительные органы, там будут снимать отпечатки, то есть делать токтилоскопию, да, анализ, и вы должны будете отметить, сколько человек, кто именно мог оставить отпечатки пальцев на данном документе. Необходимо сохранить все поступившие материалы, это сам документ с текстом, вложение, конверт, упаковку, все это нельзя выбрасывать, мять, сгибать, нельзя сшивать, склеивать, ставить какие-либо регистрационные штампы, делать надписи и тому подобное. Все, весь этот материал вы обязаны будете передать в правоохранительные органы. Сейчас отметим 6 правил грамотной эвакуации. В случае, если вам поступила угроза по телефону, поступила угроза письменная, либо произошел террористический акт где-либо в другом районе вашего города, произойдет, скорее всего, будет эвакуация. И здесь прописано 6 правил грамотной эвакуации. Это самое первое правило проведения эвакуации, сохранение спокойствия. То есть вы не должны паниковать. При выходе из здания, из объекта, нельзя создавать DAF. Желательно на время отключить телефон. Отключение телефона на время – это случай, если вы будете находиться в здании, где нашли взрывное устройство, для того, чтобы звонок, поступивший к вам на телефон, не стал причиной детонации в здравом устройстве. Пропускайте вперед детей и стариков. Воспользуйтесь лестницей. То есть при эвакуации всегда рекомендуется пользоваться лестницами и запрещается пользоваться лифтами. Действуйте организованно. То есть эвакуация должна проходить максимально организованно для того, чтобы все сотрудники организации либо все жители какого-либо дома покинули здание без каких-либо осложнений, без паники и без создания давки непосредственно на проходах и выходах из данного здания. Следующий пункт – это действие при совершении теракта непосредственно на объекте. При подрыве взрывного устройства незамедлительно сообщить о случившемся правоохранительные органы, вызвать скорую помощь. При подрыве устройства каждый сотрудник обязан поставить в известность правоохранительные органы, поставить в известность руководства, а также вызвать скорую помощь, так как может понадобиться профессиональная помощь и может быть пострадали сотрудники данной организации. Примите меры к спасению людей, эвакуации и удалению их из опасной зоны, оказанию помощи пострадавшим и направлению их в лечебное учреждение. То есть, если имеются в наличии пострадавшие от взрыва, то вы должны уметь оказать первую доврачебную помощь. Вы должны организовать эвакуацию персонала из опасной зоны и направить пострадавших при необходимости в лечебное учреждение. При возникновении массовой паники избегайте толпы. Постарайтесь двигаться одиночно. Никогда не двигайтесь против толпы. Если вы случайно оказались в толпе, то необходимо первым делом снять с себя галстук, шар, шейный платок и так далее во избежание зацепления и удушья. Вы можете просто зацепиться и спровоцировать удушение. также у вас должны быть застегнуты все пуговицы на одежде. Это опять же для того, чтобы вас не затянули лоза полы вашей одежды. Главная задача в толпе это не упасть. Но если вы упали, следует защитить голову руками, быстро потянуть ноги и постараться рывком встать с земли. Если вы упали непосредственно посреди толпы, вы должны свернуться в ползу эмбриона, закрыть голову руками, закрыть диафрагму и постараться рывком встать с места. Если это у вас не получается, то желательно откатиться в сторону от толпы и там уже встать. Если вы являетесь руководителем организации либо ответственны за террористическую безопасность организации, вам следует принять меры по недопущению посторонних лиц к месту происшествия. В случае обнаружения предметов, представляющих опасность, необходимо принять меры к оцеплению опасной зоны и недопущению прохода транспорта и людей. По прибытии правоохранительных органов информируйте их о ситуации, обеспечьте возможность доступа к месту происшествия, а в дальнейшем действуйте по их указаниям. Но если обнаружатся еще дополнительные предметы, которые представляют опасность, их надо также отцепить не менее чем за 100 метров и не допускать людей к данному предмету. При подрыве взрывного устройства, если вы находитесь непосредственно внутри объекта, в здании, вы должны продвигаться к выходу максимально осторожно, остерегаться, приказаться к поврежденным конструкциям, к висящим проводам и так далее, что данные провода и конструкции могут отрицательно влиять на ваше здоровье, сказаться на ваше здоровье. Если произошел захват заложников, о сложившейся ситуации необходимо незамедлительно сообщить правоохранительные органы. Необходимо принять меры удаления людей из опасной зоны, применять меры по оказанию помощи и медицинской помощи в случае необходимости и направлении лечебного учреждения. Нельзя самостоятельно вступать в переговоры с террористами. Необходимо принять меры по беспрепятственному проходу на объект сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб и автомашин медицинской помощи. По прибытии сотрудников правоохранительных органов необходимо оказать помощь в получении интересующей их информации. Не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападавших к применению оружия и привести к человеческим жертвам. Если вы сами непосредственно попали в заложники, самое первое, что вы должны помнить, это держать себя в руках, не оказывать сопротивления выполнять все требования, постараться помочь окружающим вас, вашим людям при необходимости оказать первую добродетельную помощь. Если вы сами оказались ранеными, то нужно принять все меры для того, чтобы остановить кровотечение. Если вы находитесь в заложниках, постарайтесь запомнить как можно больше о террористах, их численности, вооружении, акценте, манере речи, их иерархии и так далее. Поставитесь запомнить как можно больше информации, которые могут в дальнейшем помочь правоохранительным органам определить данных террористов. Нельзя вмешиваться в переговоры и вести их самостоятельно. Также нельзя пытаться бежать, если вы не уверены в успехе. Этим вы ставите под угрозу свою жизнь и жизнь остальных ваших коллег. В любом случае вы должны быть уверены, что вас спасут и к этому прилагают все усилия. Один из путь спасения захватченных террористов заложников является штурм здания помещения. О начале штурма могут свидетельствовать резкий отвлекающий звук. Это может быть взрыв, это может быть сирена. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание террористов от заложников. или затянувшаяся пауза в ходе переговоров. Это означает, что переговорщики не могли согласовать дальнейшие действия и ожидается штурм. При начале штурма необходимо постараться расположиться подальше от окон, от двери, лечь, сложив голову, сложив руки на затылке и в руках у вас не должно быть никаких предметов. Во время штурма многие террористы пытаются спрятаться возле между заложников, поэтому вам ни в коем случае нельзя брать в руки оружие, ни в коем случае нельзя бежать навстречу к штурмующим, либо от них, так как эти действия могут быть принятыми за действия террористов. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций необходимо первым делом сообщать руководителю либо ответственному лицу на данном объекте о возникновении чрезвычайной ситуации и по их указанию и либо самостоятельно сообщить полицию по телефону 102 или подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону 112 с указанием наименования объекта адреса также при необходимости принять меры к выводу людей с объекта согласно плана эвакуации. Имеется хороший материал для населения здесь показываются все действия населения которые должны они производить при угрозе теракта самое первое это подготовка к экстренной эвакуации для этого необходимо сложить в сумку все документы деньги продукты и желательно иметь свисток свисток предназначен для привлечения внимания спасателей на случай если вы окажетесь под завалом помочь больным и престарелым подготовиться к эвакуации убрать с балконов и лоджии колючесмазочные и легко вспомняющиеся материалы все это делается для того чтобы не произошло возгорание в вашем помещении и вашей квартире подготовить йод винты вату и другие медицинские средства для оказания первой медицинской помощи договориться с соседями о совместных действиях на случай оказания взаимопомощи то есть вы должны держать под рукой все средства первой медицинской помощи избегать мест скопления людей держать постоянно включенным телевизор и радиоприем через которые вы можете получить дополнительную инструкцию в нашей стране приняты три уровня угроз террористической опасности умеренный уровень угрозы высокие оранжевые и критический уровень это красный террористической опасности при каждом из этих уровней есть свои требования непосредственные которые нужно выполнять при желтом умеренном уровне необходимо обращать внимание на брошенные предметы в виде сумок коробок свертков и так далее бесхозные предметы нельзя принимать на хранение или транспортировку сомнительные предметы необходимо разъяснять окружающим опасность прикосновения к брошенным предметам относиться с пониманием проверки документов сотрудниками правоохранительных органов и оказывать им содействие и самое главное это не поддаваться панике следующий уровень это высокий уровень террористической опасности это оранжевый необходимо помнить все действия при желтом уровне плюс к этому иметь при себе документы удостоверяющие личность всегда и везде воздержать от посещения мест массового скопления людей изучить схему здания в котором вы находитесь на предмет нахождение запасных выходов воздержаться от передвижения с крупногабаритными грузами обсудить порядок действий с членами семьи при возникновении чрезвычайной ситуации также необходимо обратить внимание на появление незнакомых людей и автомобилей рядом с вашим домом и следующие красный уровень угрозы террористической опасности при данном уровне угрозы террористической опасности вам необходимо выполнять все требования предыдущих двух уровней желтого и оранжевого также воздержаться от посещения зон в которых установлен данный уровень террористической опасности ограничить пребывание детей на улице приготовиться к возможной эвакуации приготовить все предметы первой необходимости держать постоянно включенным телевизор и радиоприемник радиоприемник нельзя допускать распространение недостоверной и непроверенной информации если вы оказались рядом с возможными террористами постараться запомнить внешний вид преступников отличительные черты манеру поведения но при этом нельзя пытаться их остановить нельзя смотреть им в глаза и проводить фото и видеосъемку оповещение населения при установлении или отмене уровней террористической опасности осуществляется компетентными государственными органами посредством сети интернет теле и радиовещания а также смс рассылок в дальнейшем сейчас представим вашему вниманию видеоролик приготовленный антитеррористическим центром республики Казахстан видеопособие на тему организация первичного реагирования при возникновении угрозы террористического характера каждый день выходя на службу правоохранительные органы сталкиваются с разного рода сложностями связанными с безопасностью граждан нашей республики иногда случаются происшествия которые могут стоить человеческие жизни чтобы не допустить актов терроризма каждому жителю нашей страны требуется быть бдительным будь то простой прохожий или охранник нужно не забывать что самыми уязвимыми местами проведения актов терроризма являются места массового скопления людей преступники не брезгают ничем даже детскими жизнями дежурный ДВД майор Исмаилов слушаю вас алло здравствуйте говорит охранник школы лицея номер 62 Семенов сегодня в 11.30 утра в здании школы неизвестный мужчина оставил пакет серого цвета и ушел внутри пакета раздается тикающий звук вас понял ограничьте доступ к месту к вам выезжает следственно-оперативная группа ожидайте дежурную часть ДВД города Астаны поступило сообщение об обнаружении в здании школы подозрительного предмета а также замечено лицо оставившее пакет после поступления звонка дежурный ДВД незамедлительно докладывает информацию начальнику ДВД и одновременно заинтересованным государственным органам департамент комитета национальной безопасности департамент по чрезвычайным ситуациям далее дежурный доводит информацию до членов следственно-оперативной группы и направляет их и ближайшие наряды ДПС к месту происшествия после получения от дежурного указания о выезде к месту возникновения угрозы террористического характера старшие следственно-оперативные группы ДВД обязаны уточнить детали происшествия о характере произошедшего об объекте и его точном адресе местонахождения о времени случившегося о наличии пострадавших их состоянии местонахождения принятых на месте мерах по оказанию им помощи эвакуации с опасной территории о масштабах разрушений и иных вредных последствиях о данных на лиц возможно причастных к происшествию о наличии местонахождения очевидцев далее старшие следственно-оперативные группы выполняют следующие действия дает команду об экипировке личного состава группы средствами индивидуальной защиты бронежилеты защитные шлемы организует погрузку криминалистической техники и технических средств ставит личному составу группы задачи по первоначальным действиям на месте инцидента убывает составом группы к месту происшествия по прибытию к месту происшествия первого наряда ДПС старшие наряда проводят первоначальные действия во-первых перепроверяет полученную информацию при проверке предполагаемого СВУ категорически запрещается трогать или перемещать подозрительный предмет заливать жидкостями засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет пользоваться электро радиоаппаратурой переговорными устройствами или рацией оказывать температурное звуковое световое механическое воздействие пользоваться источниками огня допускать посторонних лиц к взрывным устройствам ближе расстояния указанного в таблице во-вторых осуществляет оцепление объекта в-третьих проводит опрос сообщившего и других возможных свидетелей происшествия в-четвертых уточняет данные о возможных пострадавших и оставшихся в здании в-пятых количество эвакуированных лиц докладывает обо всем дежурному ДВД до прибытия следственной оперативной группы ДВД ДКНБ руководит первичными действиями сил и средств прибывших на место происшествия повторим алгоритм первичных действий старшего наряд ДПС прибывшего на место происшествия перепроверяет полученную информацию осуществляет оцепление объекта проводит опрос сообщившего и свидетелей происшествия уточняет наличие возможных пострадавших и оставшихся в здании фиксирует количество эвакуированных лиц докладывает обо всем дежурному ДВД по прибытию на место происшествия следственной оперативной группы старший наряд ДПС докладывает о выполненных мероприятиях и передает все полученные сведения старшему следственной оперативной группы старший следственной оперативной группы организовывает следующие действия при необходимости осуществляют дополнительные оцепления объекта, выполнение неотложных следственных действий, оказание помощи пострадавшим при необходимости и отправку их в организации здравоохранения, получение от компетентных лиц и очевидцев дополнительной информации, локализацию преступления и предотвращение возможных вредных последствий, взрывы, возгорания, обвалы, предупреждению и пресечению преступления, розыск подозреваемого лица, удаление с места преступления посторонних лиц, решение вопросов о привлечении к участию в осмотре специалистов в области судебной медицины, пожарной безопасности, инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой. Дополнительно в случаях захвата заложников следственно-оперативная группа уточняет их количество, имеющееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые средства, первичные требования террористов, характер имеющихся разрушений и возможные последствия. О сложившейся обстановке и принятых мерах докладывает дежурному ДВД. Дежурный ДВД докладывает. Господин генерал, информация об обнаруженном подозрительном предмете в школе лицея номер 62 подтвердилась. При подтверждении информации или срабатывании взрывного устройства, а также при захвате заложников, данные преступные действия квалифицируются в соответствии со статьями 255, 261, 269 Уголовного кодекса Республик Казахстан и дальнейшие действия осуществляются под руководством старшего следственно-оперативной группы ДКНБ. При неподтверждении информации данные действия квалифицируются в соответствии со статьей 273 Уголовного кодекса Республик Казахстан и дальнейшие мероприятия осуществляют территориальные подразделения МВД РК. Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия. Расшить и направить подразделения взрывотехников. Есть. В заключении закрепим. При действиях на месте происшествия следственной оперативной группы, во взаимодействии со службами безопасности и другими вспомогательными службами проводятся неотложные мероприятия. Устанавливается взаимный контакт с прибывшими сотрудниками и военнослужащими заинтересованных государственных органов, с представителями администрации объекта, на котором совершен акт терроризма, от которого выделяется специалист, знающий специфику и расположение объекта и отдельных его участков. Производится отцепление места совершения акта терроризма привлекаемыми сотрудниками полиции, военнослужащими, силами отрядов быстрого реагирования заинтересованных государственных органов. Обеспечивается собственная безопасность и предотвращение наступления последствий, взрывов, смерти пострадавших, распространения огня, обвалов. Вызываются на место происшествия представители коммунальных служб в случае завершения взрывов либо опасности их совершения. Осуществляется общее руководство действий сотрудников правоохранительных органов. По прибытию оперативных групп руководство передается их непосредственным руководителям. От правильного руководства и слаженных действий всех сотрудников правоохранительных органов на месте совершения акта терроризма зависит жизнь граждан нашей страны и исключает случайные жертвы. Видеопособие подготовлено при содействии войсковой части 14776 Министерства обороны Республики Казахстан, Департамента комитета национальной безопасности и Департамента внутренних дел города Астаны. Спасибо за внимание, спасибо за время, которое вы выделили для просмотра данного ролика. Если у вас будут возникать какие-либо вопросы, вы можете обратиться к нашим специалистам. Еще раз спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok